Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня поговорим про экологию, про экологические акции, про рейды соответствующих инстанций, которые занимаются мониторингом экологической ситуации. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, может быть, там, я не знаю, свалка, мусор несанкционированно сбрасывают у вас под окнами или где-то в лесу неподалеку от вас, звоните, рассказывайте, мы работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Наши гости сегодня, как всегда, представители общественной палаты Одинцовского района Галина Васильевна Рязанова. Добрый вечер. Добрый вечер. Галина Васильевна по-прежнему работает в комиссии по экологии. И также у нас сегодня Екатерина Владимировна Ванчикова. Добрый вечер. Добрый вечер. Я так понимаю, вы как эксперт-консультант выступаете все еще в общественной палате. Ну что же, давайте вот начнем с каких-то общих моментов. Я знаю, что сейчас в Подмосковье, и в том числе, конечно, в Одинцовском районе, очень массово начали проходить рейды. Госадомтехнадзор, общественная организация, представители полиции, местных муниципальных властей. А что это вообще такое? Из-за чего внезапно такое внимание к экологической обстановке у нас? Ну, я думаю, что, скорее всего, у нас ответственная за чистое Подмосковье в общественной палате Екатерина Владимировна Ванчикова. Я думаю, что Катюша нам расскажет. Давайте. Последнее время экологические проблемы нашего района, нашей области, занимают у губернатора достаточно большое время. И губернатор занимается в том числе нашим Одинцовским районом. И совсем недавно Андрей Юрьевич Воробьев прислал нам постановление, я имею в виду в Одинцовский район, в администрацию Одинцовского района, о том, что необходимо по всей Московской области проводить акцию, которая называется «Чистое Подмосковье». В чем состоит эта акция? В каждом муниципалитете, у нас в Одинцовском районе их 16, в каждом муниципалитете должна быть создана комиссия, в которую входят общественники, представители муниципальных организаций по уборке мусора, представители администрации, полицейский и госантехнадзор. То есть такая комиссия, 5-6 человек, соответственно, должна дежурить каждое утро в своем муниципалитете и высматривать тех людей, которые оставляют свой мусор в несанкционированных местах. К сожалению, с мусором в нашем Одинцовском районе ситуация сложилась не очень хорошая, и мы в своей комиссии, в общественной палате получаем часто сигналы о том, что там или сям, где-то в лесной территории, вдоль дороги, между поселениями находятся свалки мусора. Надо понимать, что люди, когда вы выносите мусор, все люди выносят мусор на свалку, если это просто свалка, допустим, частный сектор, надо понимать, что этот мусор вывозит администрация поселения. И деньги на этот мусор выходят из бюджета этого поселения. И тут происходит некое раздвоение, раздвоение, потому что люди, которые живут в многоэтажных домах, они платят за вывоз мусора. У них это в строчке, в квартплате. А люди, которые живут в частном секторе, они не платят за вывоз мусора. Они просто выносят свой мусор и считают, что им обязаны этот мусор выносить. Однако это неправильно. И за последние несколько лет был доработан закон о благоустройстве Московской области в 2014 году, 31 декабря, по-моему, или 30 декабря, благоустройстве Московской области, в котором четко и ясно написано, что каждый житель, каждое частное домовладение, в том числе даже если это дача или садоводческий участок, неважно, должны иметь договор на вывоз мусора. К сожалению, эта норма очень часто долго находилась совершенно в неприкрытом состоянии. То есть норма есть, а невыполнение ее совершенно никак не каралось, и, соответственно, жители никак этим не руководствовали. Екатерина Владимировна, а сразу вопрос. С кем непосредственно заключается договор? Это специализированная организация фирмы, частная, которая вывозит мусор, или это администрация, например? Нет, совершенно все равно сейчас при муниципалитетах, при городских администрациях созданы муниципальные городские хозяйства, которые вывозят мусор и могут заключать договора на вывоз мусора с частными жителями. Но существуют также и другие частные извозчики, которые тоже вывозят мусор, и тут совершенно не важно, с кем вы будете заключать договор. Главное, чтобы было чисто. И в прошлом году, в июле месяце, в Коап добавили статью штрафа за отсутствие договора на вывоз мусора. Это вы имеете в виду кодекса об административных правонарушениях? Да, да. Штраф за отсутствие договора на вывоз мусора составил 5000 рублей. То есть на данный момент госотехнадзор любому частному жителю, который не имеет договора на вывоз мусора, может назначить штраф. Я знаю, что в прошлом году прошел рейд в Звенигороде, и после этого рейда, когда несколько штрафов были выписаны, очень хорошо пошло заключение договоров на вывоз мусора. К сожалению... Екатерина Владимировна, сразу вопрос. Понятное дело, если поймали за руку. Если, предположим, человек проживает за городом, где-нибудь в Московской области, является при этом, скажем, москвичом, и на абсолютно серьезном выражении лица говорит, господа, я весь свой мусор забираю, вывожу в Москву, и там аккуратно в мусорное ведро кладу. Вот смотрите. Просто смотрите, получается глупость в том, что вообще-то вполне возможно он действительно так делает. Почему бы и нет? Нет, по закону-то... У нас же презумпция невиновности, если тебя не поймали за руку. Презумпция-то невиновности есть, но тут вступил в дело другой закон. С начала этого года, с 1 января 2017 года, в Московской области действует территориальная схема бытовых отходов. Территориальная схема развоза бытовых отходов. Это новая совершенно схема. Она была принята предварительно. Начали в ней работать не все районы нашей Московской области. Я так понимаю, еще не все, даже те, которые вначале были поставлены в пилотные районы, еще начали. В чем суть этой территориальной схемы? Значит, вся Московская область разделена в этой схеме на 5 кластеров и разыгрывается конкурс на регионального оператора, который будет заниматься вывозом отходов по каждому своему кластеру. Наш Одинцовский район входит в кластер номер 1. С него входит Русский район, Одинцовский район, Можайский район и еще там рядышком все наши районы. Значит, кроме того, что это занимается один региональный оператор на весь район, будет заниматься, там есть схема обязательно раздельного сбора мусора. Так как если мы будем рассобирать мусор отдельно, допустим, в 5 пакетов, там бумага, стекло, металл, то у нас, соответственно, должно быть 5 машин, 5 машинопотоков. Это очень дорого и очень много для нашей Московской области. Поэтому было решено разделить на 2 потока. Мокрый мусор, так называемый, и сухой. То есть в один контейнер мы должны будем складывать бумагу, стекло, дерево, пластик, полиэтилен. В другой мы складываем арбузы, борщ, все, что у вас пищевые отходы. Все пищевые отходы. Соответственно, единственное, что еще отдельно должно откладываться, это опасный мусор. Я извините, не могу не возмутиться, что вы обозвали борщ пищевым отходом. Ну, простите, остатки борща. Николай не просто живет в Московской области, что борщ уже... Да, простите, пожалуйста, остатки борща. Я просто немножко, немножко, чуть-чуть будет пример, поэтому я немножко про борщ. Так, хорошо. Да, единственное, что еще должно отделяться по этой схеме, это опасные отходы, это батарейки и лампы, люминесцентные лампы, которые составляют опасность. Каждая машина у этого регионального оператора, она должна быть по этой схеме. Она снабжена всякими датчиками, которые определяют опасность этой машины, вот этих отходов, которые он вывозит. И эти отходы, которые собирает машина, будут вывозиться в разные точки. То есть, если это мокрые отходы, оно вывозится на полигон напрямую. Да, если это сухие отходы, то они отпользуются на сортировочные пункты. И вот здесь вот как раз Одинцовский район у нас начал немножечко работать уже, так как у нас раздельного все-таки еще нет. До этого нам еще, я надеюсь, мы доживем. Вот, я надеюсь, мы к этому придем. Да, вот, но у нас в Одинцовском районе существует полигон, мусорный полигон Чисцовский. В прошлом году он был благополучно закрыт. Экологи очень часто били тревогу. Помните, да, мы, вы тоже делали репортаж. Вот, он был закрыт. Но за последнее время все равно оттуда приходят разные сообщения, что туда продолжают вывозить мусор. Когда мы подняли этот вопрос, оказалось, что рядом с Чисцовским полигоном отказанстрирована новая территория, и там сейчас находится сортировочная станция. Именно вот эта сортировочная станция, о которой я говорю по этой территориальной схеме. Вот, почему я затронула вот эту тему именно по сортировочной станции? Дело в том, что на данный момент, так как у нас нет раздельного сбора отходов, можно себе представить, как все вывозится на эту сортировочную станцию. То есть сортировочная станция есть, сортировка на ней существует. Но давайте с вами представим. Мы покушали борщ. Наконец-то. Мы покушали борщ. У нас остались какие-то остатки, там листочки, какие-то капустка, что-то у нас там осталось. Значит, мы поели арбуз. Арбуз, дыню. Все это мы взяли, значит, мы покушали. Мы сложили арбузик, мы сложили сверху бумажку, сложили сверху полиэтилен, сложили там какой-нибудь полиэтиленовый пакетик от хлеба, сложили сверху тетропак от молока, сложили еще сверху, потом все залили остатками от борщика, все это завязали в один пакетик и благополучно привезли на наш полигон. Сложно себе представить местного сотрудника, который будет это копать и разбирать. Который это будет все разбирать. То есть представьте себе. Давайте даже здесь умолчим о потоке машин, которые туда постоянно приходят. А теперь представьте, к чему я хочу, к чему я это все говорю. Теперь я говорю о том, что раз нам с вами уже предложили, точнее уже поставили такую территориальную схему, такую задачу нам с вами, всем жителям Одинцовского района, необходимо учиться разделять мусор. Пожалуйста, заведите дома не один пакетик, а два пакетика. В один положите арбузик, дыньку и борщик, остатки от борщика. А в другую положите бумажку, полиэтиленовый пакетик, тетропак, стеклянную бутылочку. Сложите их в два пакетика, завяжите отдельно. И сдайте, пусть вы привезете все на один полигон в одной машине, но там человек, который будет сортировать, он возьмет этот один пакетик туда, а этот один пакетик туда. Не придется, другими словами, копаться в остатках борщика в поисках... Совершенно верно. Мало того, это повысит качество отхода. Потому что если на бумажку попало масло, то бумажка уже не подлежит переработке, сортировке и переработке. Если на полиэтилене масло какой-нибудь, да, или жир какой-нибудь, то ее нужно очень хорошо отмывать от этого жира, да. Соответственно, туда, куда она привезется потом на переработку, это удорожание будет. Соответственно, тогда, когда мы все разделили изначально, даже пусть это мы привезли в одно место, это все равно даст нам гораздо более эффективный сбор в итоге. Послушайте, ведь есть такой довольно очевидный момент. Все знают поговорку, чисто не там, где убирают, там, где не мусорят. На ваш взгляд, на взгляд общественников, почему сложилась такая ситуация? Ведь, казалось бы, до этого несложно додуматься. Вот мы все живем в одной стране. И надо понимать, что наша страна, это не какие-то непонятные, там, тайга и так далее, черт знает где. Наша страна, это такой же дом, как наша квартира, как наш двор. Хотя некоторые, к сожалению, наши сограждане уже до уровня двора не додумываются. В собственном дворе мусорят очень многие. Но, тем не менее, почему так принято, почему так любят рассказывать о том, как, например, в Германии невероятно чисто за городом, а у нас все грязно, плохо и так далее. И при этом те же люди едут по тому мусорю. Для того, чтобы, вот, в мое такое мнение, вот, я думаю, что у нас сложилась такая ситуация из-за какой-то бесхозяйственности. То есть у нас какой-то был период такой бесхозяйственности. В 90-е, начало 2000-х. И, знаете, я могу, так сказать, немножко подтвердить. У нас был рейд. Я участвовала в рейде в своем городе. У нас звоночек. Предлагаю поговорить со зрителем. Мы потом вернемся к вашим рейдам. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы очень хорошо, прекрасно говорите. Вот нужно разделение мусора сделать. Что, вот, нужно два пакетика. Все это очень прекрасно. А вот скажите нам, старожилам, как быть с точечной застройкой? У нас на улице Жуково... Что вы смеетесь, девушка? Нет, это действительно очень тяжелая проблема, которую нужно решать. Делали застройку. И убрали у нас. Два года мы выносили мусор на дорогу. Муниципальная служба его вывозила. А потом вдруг стало, что, оказывается, нет денег. Как-то нет денег. А вы конкретно по какому адресу находитесь? Да, по адресу, скажите, пожалуйста. 17, 15, 13. Вот эти все дома. Мы сейчас мусор выносим за чуть ли не соседний квартал. А скажите, пожалуйста, кто у вас непосредственно компания, которая занималась этим? Ну, в нашем муниципальном смысле. Как ее название компании? Да. Ну, я не знаю, честно говоря. Ну, ничего страшного. Адрес вы сказали. Ну, не знаю, человек. Вы в адрес сказали, я думаю, что это несложно установить. На мусор приходится вложить не то, что в два пакетика. Хотя бы в одном вынести и донести. Это такая проблема. А с теми жильцами, которые снимают жилье в национальных окраинах. Вы видите, получается, вот вы правильно абсолютно говорите. С одной стороны, ну, действительно классная идея. Раздельный сбор мусора. Я уверен, что многие, блин, и хотели бы, уж извините за выражение, это делать. А с другой стороны, ну, действительно, вот, например, у вас сложилась такая ситуация. Это же системная проблема. С одной стороны, у нас кто-то там левая рука говорит, неплохо бы, ребята, раздельным сбором мусора заниматься. Правая рука говорит в рамках того же города, что у нас нет денег вывозить даже один пакет из дворовой территории. Спасибо большое за звонок. Я думаю, что мы в любом случае в профильную комиссию общественной палаты передадим ваш адрес, узнаем, кто управляющая компания. Ну, и, по крайней мере, зададут вопрос, как это так, управляющая компания есть, а денег нет. Я немножко отвечу на этот вопрос, продолжив немножко про территориальную схему отходов, вывоза отходов. Дело в том, что эта схема предполагает, что каждый житель должен обязательно платить мусорный налог. И именно из этого налога, то есть не только в многоэтажном доме житель должен платить, но и частник должен платить мусорный налог. Ему будет приходить помашка, так же как земельный налог, как имущественный налог, так и мусорный налог. И, соответственно, эти деньги будут уже направляться, и никакие, ни муниципальные средства, никакие. То есть эти деньги будут направляться вот тому оригинальному оператору именно на мусор. Соответственно, тут уже будет никаких расхождений. Это как ответ на этот вопрос, откуда Бродинга. Екатерина Владимировна, Галина Васильевна, у нас на самом деле, несмотря на то, что, казалось бы, Одинцовский район, это без всяких «но», без всяких проблем, это действительно зеленая все-таки территория. У нас очень много классных, здоровских лесов, вообще природных территорий. Да и вообще у нас в Московской области это территория, которая приютила зеленый пояс Москвы. Несмотря на это, к сожалению, есть проблемы, все мы об этом прекрасно знаем. Не так давно мои коллеги из информационной службы новостей снимали материал про незаконную свалку мусора, который обнаружили в Барвихе. Кошмарное зрелище, абсолютно, да, к Барвихе, казалось бы, какие люди живут, ну где вот мусор, как не у них, да, нашлось. Я сейчас предлагаю вам, а также нашим зрителям посмотреть, что удалось обнаружить инспекторам Госадом технодзора и одной из мобильных групп. Груды кирпичей, разбитые бетонные плиты, рваная резина и гнилые доски – это только малая часть отходов, которые находятся на этой свалке. Местные жители бьют тревогу, ведь рядом с возникшим полигоном бытовых отходов расположены многоквартирные жилые дома и школа. Первые сигналы начали поступать полгода назад, но судя по характеру загрязнений, наверняка можно предположить, что своз и вывоз мусора отсюда происходит уже длительное время. Проверка будет эта установлена. Мы обратились в полицию, администрацию сельского поселения Барвихинска, чтобы была проведена полноценная, полномасштабная проверка. На этом земельном участке площадью 5 гектаров застройщик должен был построить современные таунхаусы. Но компания Барвиха Виллэдж обанкротилась и завершить начатые постройки не смогла. Теперь здесь ведутся незаконные работы и ежедневно привозятся бытовые отходы. А что вы здесь делаете? Хотим играть. На чем вы работаете? На какой технике? На экскавастре. А кто ваш начальник? Фамилия, имя и отчество вашего руководителя? На каждые динамки. В ходе осмотра свалки местным отделением полиции было выявлено нарушение миграционного законодательства. Кроме того, экологи зарегистрировали ряд грубых нарушений в области охраны окружающей среды. В данном случае мы приглашены сюда сотрудниками МВД для укрепления, так скажем, и поддержки со стороны экологии. Нарушено экологическое законодательство в плане обращения с отходами. Здесь как минимум мы видим уже для себя две статьи. Это обращение с отходами и отсутствие лицензии по обращению с отходами. Специалистам еще предстоит провести ряд необходимых процедур. После чего судьба этой незаконной свалки будет окончательно решена. Ситуацию держит на контроле местная власть. Ну что же, видно, действительно довольно странная и неприятная ситуация сложилась в Барвихе. Одна из мобильных групп, состоящая из госадом технодзора, представителей общественных организаций, правоохранителей смогла разобраться с этим вопросом. Посмотрим, что в дальнейшем там будет. И мне подсказывают, что есть еще один звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, вы меня слышите? Слышим, да, конечно. Меня зовут Александр. Скажи, вот замечательно вы подняли вот эту тему. Это действительно замечательно в нашем Однецовском районе Московской области. Вы знаете, вот Катя говорила в отношении раздельного сбора мусора. Хорошо, мы собрали один пакетик дома, другой пакетик, третий пакетик. И потом все это сваливаем в большой мусорный контейнер, куда вываливаются и щи, и арбузики, и дыни, и электрические лампочки. И потом все это, если бы еще управляющая компания поставила бы разные ящики для сбора мусора. Это было бы совсем замечательно. Александр, об этом и речи. Порой у нас не только ставятся раздельные ящики, не ставятся раздельные ящики, но вокруг этих ящиков лежит огромная гора мусора, которая порой не вывозится. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы знаете, в районе Жаворонок, вот когда я проезжаю на электричке, только сегодня вот утром стали убирать мусор. Вы знаете, как только отъедешь от платформы, со стороны, из Москвы едешь в сторону области, с правой стороны, и только отъедешь от платформы, огромная гора мусора в лесу, я не знаю, там валит, там и контейнер стоит, и в этот контейнер, и без контейнера, там просто горы какие-то. Ну, правда, сегодня стали убирать. Может быть, там рейс какой-то провели или еще что-то такое. Ну, вот как бы заставить еще управляющей компании поставить бы раздельные ящики. Спасибо, Александр. На самом деле, прекрасные два вопроса. Действительно, очень интересно. Вот первый момент. Насчет раздельных ящиков. Ну, действительно, в идеале, как я и говорил, в этом и идее. То есть, с одной стороны, у нас культура непосредственно жильцов, которые действительно в разные пакеты упаковывают этот мусор. Но, с другой стороны, обязательно должна быть и культура управляющей компании, которая занимается этим вопросом. Потому что вот эту вот революцию снизу провести, ну, на мой взгляд, персональной, невозможно. Конечно же, нужны определенные отношения управляющей компании или любой той организации, которая занимается, да, у вас вызовом мусора. Она должна, разумеется, понимать вообще, что она делает, зачем и почему. Я молчу о том, что она за это деньги получает. Ну, просто, в принципе, да, надо понимать эту ситуацию. И вот сразу Александр хороший, на самом деле, пример-то привел. Это все очень красиво рассказывать о раздельном сборе мусора. Но у нас бывает, что правда стоит один контейнер, туда сваливают и тяп, и ляп, вообще все подряд. И даже это не вывозится. А тут вопрос ведь в компании, верно? Я думаю, что даже не в компании. Я так поняла, что это находится где-то общественное место. То есть, это не находится во дворах и не относится к контейнерам, которые стоят внутри, ну, как при домовых. Это, скорее всего, свозится мусор, который жители, и я так предполагаю, скорее всего, те люди, которые у нас живут в Москве, но как раз вот не заключают эти договора, да, то есть, которые говорят, что они этот мусор вывозят в Москву, и вот по дороге в Москву этот мусор и остается вот такими кучами. Большей частью мусор у нас строительный. Почему такие, получается, большие кучи мусора? То есть, это эти контейнеры, которые стоят вдоль дорог, они предназначены для небольшого пакета, что ехал человек по дороге, у него там, ну, какой-то небольшой пакетик накопился, и он его оставил. А тот мусор, который скапливается большими как бы объемами, это как раз то, что люди, пожив три дня и не довезя до Москвы, как они говорят, да, вот, они оставляют вот этот мусор. К чему мы передачу-то проводим, да, как бы собрались, что мы призываем, что нужно заключать договора, да, на вывоз, не нужно думать, что кто-то это, кто-то вывезет, да, потому что объемы большие. Ну, Галина Васильевна, на самом деле, вы абсолютно верную вещь говорите. Хорошо бы было, если бы люди это понимали. Но я так понимаю, Александра в первую очередь беспокоит именно придомовая территория, потому что мы говорили, да, о том, чтобы обычные жильцы, да, там, многоэтажных домов выбрасывали раздельно мусор. Так раз Александр, по-моему, если я правильно понял, привел пример, что иногда не вывозят даже из обычных. Совсем. У нас, вообще говоря, сегодня новый гость, Ян Геннадий Дробышев в гостях. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, извините, что так получается, видите, у нас сегодня, во-первых, ограничения сильные по времени, а во-вторых, тема очень большая. Наверное, вот к вам этот вопрос я задам. Вы работаете экспертом-консультантом в общественной палате, знаете нравы наших людей. Ну, вот почему так получается? Некоторые управляющие компании, ведь действительно, не все, слава богу, даже не большинство, но некоторые есть такие, ну, недобросовестно относятся к своим обязательствам. Конечно же, не хочется сразу идти на крайние меры, да, там, привлекать главу района, администрацию, муниципалитет, да, и вот показывать пальцем, говорить, что вот эти неправильные. Всегда хочется как-то идти на какой-то компромисс и так далее. На разговор, да. Ну, и частенько случается так, что превращается вся эта ситуация в фарс, да, то есть у вас, словно говоря, должны мусор каждый день вывозить, а благодаря вот этому терпимому отношению жильцов вывозят раз в неделю, раз в месяц. И вроде как бы и вывозят, да, но уже явно неправильно работают. Вот на ваш взгляд, как вообще поступать в таких обстоятельствах жильцам? Ведь понятно, что терпеть это не вариант. Ну, здесь, наверное, есть два варианта. Первый вариант, если у жильца, у него заключен договор на вывоз мусора, тогда у него там будут оговорены сроки, в какой день, в какое время приезжает машина и забирает мусор. Или он этот мусор относит на специализированную площадку и уже туда приезжает машина. Вот, наверное, так. И он, я так думаю, что и должен спрашивать со своей УК, да, который он платит деньги. И есть же телефоны, которые могут стребовать, почему этот мусор не вывозится. Также на портале Добродел есть специальный отдел, куда можно пожаловаться на управляющую компанию, если мусор очень приезжает. Если я не ошибаюсь, там по регламенту они обязаны рассмотреть этот вопрос в течение одного месяца. Даже трех дней, по-моему. Трех дней. Три дня, по-моему, должны ответ прислать, что приняли. Да, что приняли, рассмотрели. И за месяц уже должен быть полнообъемный ответ. Ну что же, мы сегодня вообще собирались об экологических акциях поговорить. К сожалению, не успели совершенно. Время наше уже подошло к концу. Я предлагаю нам в течение месяца еще разок все-таки собраться, потому что тема именно рейдов, именно наказания правонарушителям за то, что люди выбрасывают просто на улицах все подряд. Ладно, там проборщики, про которые Екатерина Владимировна говорила, выбрасывают просто все подряд. Это, конечно, очень серьезная тема. Мы надеемся, что ваша комиссия уже к следующему нашему эфиру действительно полноценно сможет нам обо всем рассказать. Спасибо, что приезжали к нам сегодня. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Мы сегодня говорили об экологии в нашем Одинцовском районе, о раздельном сборе мусора, о том вообще, почему нужно серьезно относиться к этим вопросам. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, если вы знаете, где находится несанкционированная свалка мусора, звоните нам в течение недели. Наш телефон 508-86-84 или сразу напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района. Они как раз прямо сейчас проводят массовые рейды по вышеуказанным проблемам, на конкретные места приезжают, все инспектируют, смотрят и пытаются привлечь к ответственности виновных. На официальном сайте общественной палаты есть весьма удобная форма обратной связи и там же адрес электронной почты, на которую вы также можете писать. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя, берегите свой район и до встречи через неделю.